турнир зандер импайк проходит в три игровых дня зачету принимаются три живых подчеркиваю живых судака размером не менее 50 сантиметров и три щуки опять же живых размером не менее 55 сантиметров зачем поехал на турнир показать себя наверное попробовать себя так даже лучше скажу попробовать себя на так в таком турнире именно в таком высочайшим наверно уровне классе турнире реально турнир был высшего класса я просто уже выше не участвовал нигде а где я либо участвовал то этот турнир конечно просто номер один пока для меня было просто я увлекаюсь любительской рыбалкой очень давно пока что на что я способен узнать только и все друзья мои знакомые которые постоянно вместе ним рыбачу они не как бы говорили зачем тебе для чего ты туда едешь как бы это спорт это все там другое ты ловишь рыбу не в свое удовольствие как бы до удовольствие но есть какие-то грани и есть какие-то там определенные моменты и определенные там время все это я говорю я хочу посмотреть на что я способен и вообще посмотреть на других рыбаков других людей ну и вообще что это такое соревнование планы были играть набираться опыта ну мне лично мне просто альпийская деревня стала как родной дом и почему и организаторы сказали я амбассадор турнира то есть я их уговаривал чтобы они сделали это турнир мне приятно здесь находиться приятно здесь играть а целью цель была я увидел состав и цель была приобрести очередной опыт от так скажем монстров потому что ну наверно процентов 40 это паловцы процентов 20 это люди которые очень опытные я сама участвую в турнирах это мне дает адреналин и на весь год заряд энергии просто тюмовой ну во первых мы хотели показать себя как астраханцы потому что мало кто из астраханцев выступает на таких турнирах и поэтому наша основная задача была войти в десятку потому что учитывая такие команды которые были впали участвовали во всех там соревнованиях для нас это было первых их увидеть с ними познакомиться пообщаться для нас это уже как говорится уже одно дело и нам бы хотелось чтобы наша астраханская команда была где-то может быть как сказать чтобы где-то она была засвечена так скажем первый такой вообще турнир раз на то пошло такой ну серьезный с такими ребятами соревноваться до этого я участвовал там спортивных мероприятиях волгоградской области официальном спорте там все-таки все серьезные ребята конечно но не такого уровня как здесь так сказать и что я могу им предложить но ничего данный момент кого бы я выделил среди соперников до всех никого я не буду выделять потому что все 19 экипажей мы 20 все 19 экипажей были очень сильные соперники ни одного не было слабого реально любой мог победить в этом турнире но мы ехали на этот турнир с мыслями что было бы здорово проявить себя показать достойный результат и конечно же желательно победить это тоже вторая причина по которой я сюда приехал он тоже вот опыт перенять какой-то опыт посмотреть по задать вопросы посмотреть на какие люди еще приванки ловит на которые может быть я не знаю либо я им не уделял никакого внимания так кайф проводить время это большое количество людей которые больны той же болезнью которой я то есть тем же хобби и постоянно находятся общие разговоры общие шутки общие какие-то не знаю приколы как скажем на самом деле в первую очередь это общение с людьми с людьми из разных сфер разных интересов которых связывает рыбалка и можно пообщаться какая рыбалки как там и поделиться какими-то проблемами этом в бизнесе возможно какой-то интересный совет получить или дать совет то есть это такой нетворкинг я даже могу сказать больше наверное не связанной с рыбалкой потому что но в турнире мало кто будет рассказывать кто на что ловит где и как либо какие-то истории байки рыбацкие либо что-то такое из жизненного опыта поэтому это здорово клавилы досмотрены спортсмены зону старта уже выдвинулись и сейчас мы выдвигаемся а 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 и а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может просто не то что повезло, а просто наработки были хорошие, потренировались качественно. Ну вот, наверное, скорее всего тренировки дали больше плюсов, чем своя вода, вот так скажем. Ну, опять же, все это тренировки. Это самое главное, что неотъемлемая часть, так скажем, для достижения победы. В этих тренировках мы разработали определенную тактику для себя, выбрали определенные локации, где можем закрываться по щеке, где можем закрываться по судаку. Соответственно, какие приманки выработают, какие висаки, какие проводки и тому подобное. То есть это можно перечислять до бесконечности. Потом, соответственно, удаленность от базы, количество бензина, это тоже затрагивает. Погодные условия обязательно, давление. Определенный план Б, план С, он тоже всегда присутствует. И на данный момент сыграла точка, которая на самом деле была основная, так скажем. У нас дополнительные было еще 2, 3, там 4 точечки. То есть если бы не сыграла бы эта основная, мы сыграли бы на другой точке. Но какой был результат, это, соответственно, никто не знает. Поэтому единственное, что можно, это всегда тренироваться, всегда смотреть акваторию. Ходить везде, ходить повсюду, убивать на это очень много времени, ну, оно даст свой результат. Основная задача после того, как мы сюда еще приехали, когда посмотрели на все эти экипажи, посмотрели на их оборудование и посмотрели на промежуточные после первого дня итоги, наша основная задача была победить. То есть мы поняли, что мы можем победить, что, в принципе, остальные экипажи не так сильны, как казалось нам, будут играть. И мы сделали ставку только на победу. У нас был единственный план, это закрываться больше 10 килограмм, 10, с небольшим плюсом, что мы ее выполнили. Мы почувствовали, что мы теряем первое место, это, наверное, вчера. Это на втором этапе, вот, к концу второго этапа. Во-первых, по судаку было все не так уж хорошо, и то, что было задумано, не получилось. По весу рыбы, вот, наверное, это был самый низкий вес за второй этап, это 6 килограмм, мы понимали, что это очень мало, и поэтому думали, что это первое место нам не видать, но это так я считал, как бы Михаил это об этом не говорил, ну, вот, поемка щуки, это было, конечно, вообще интересно. Мы пришли на досрочку, в первый этап, все вроде, все складывалось, все хорошо, но мы понимали, что время было очень мало на поемку щуки, и на поиск ее, ну, в принципе, место было уже понятно, куда мы пойдем, но в любом случае постановой где-то кто-то, может быть, там, стоял из экипажей, из местных, вот, но, как оказалось, там был экипаж один, вот, потом он передвинулся, это были Волчковы, мы стали задними 50 метров, как положено, ниже, вот, потом они передвинулись, мы опять передвинулись, и оставалось уже 5 минут, чтобы нам было уходить, потому что время, дорога у нас закладывалась там 20 минут, все, и все, мы говорим, Михаил, все, у нас 5 минут, если мы не поймаем, мы уходим, все. И за эти 5 минут у нас, у Михаила была поклевка, до этого было еще 5, ну, реализована была одна, и это была та большая щука, которая, вот, нас вывела, как бы, в лидеры по первому этапу. Вообще могли, могли, у нас, мы, мало было наработок на щуку, у нас были, наработки были по судаку, мы его поняли, как ловить, где ловить, когда он выходит, какие приманки, вот. Но вот со щукой, уже я говорил с Михаилом на эту тему, что, да, Михаил, у нас, как бы, по щуке мало было наработок, и, в принципе, это оправданное второе место, как бы, да, могла бы и где-то там пойматься такая чумовая щука, которая, ну, я думаю, что вот по щуке надо было больше места. Больше места. В первый день мы отыграли, привезли рыбу на досрочное взвешивание и поехали в ближайшую акваторию пытаться щуку поймать. Поймали одну-полторашку, при этом в этой же зоне сегодня привезли вот ребята Белый город 7+. Щуку там, на тренировках была щука. В ближайшей акватории системно и много щуки, там двушек, трешек не было. Поэтому сегодня приняли решение закрыться судаками, учитывая, что будет опять Марьяна. Вернуться, сдать их на досрочное взвешивание и попробовать доловить щуку в ближайшей зоне. К сожалению, щука не получилось. В целом, тройкой мы довольны. То, что мы вошли в тройку и результат был стабилен. То есть мы везли каждый день там 10 плюс, чуть минус килограмм. Когда вот в начале турнира спрашивали там, какой вес будет игровой, я сказал, что десятка в туре будет игровой вес. Стабильная десятка. В принципе, так и получилось. Но, в принципе, у нас есть своя игра, которой мы придерживаемся. И история, например, там с ловлей судаков на меляках, на полуторометрах, не наша игра. Мы это не умеем, нам это не нравится. Мы любим играть глубина, тяга, рельеф, зависание, подбор приманки, подбор подачи. То есть история, которая более какая-то системная. Это нам нравится. А там с полутора метров судака на ступеньку в полсекунды ловить не то пальто. Наш экипаж отработал на все 100. На тренировку мы выкладывались, пахали, работали. Но вот в турах мы более серьезнее подходим. Не знаю почему. Хотя мы в тренировках ищем, копаем, роем, рисуем, разбираемся, читать, что-то пытаемся. Но, опять же, по мере своего опыта. Но реально по мере своего опыта. Я никогда не стараюсь за кем-то подглядывать, кому-то на хвост садиться, у кого-то что-то там. Я пытаюсь всегда найти что-то свое. Почему? Потому что главное для меня сейчас это опыт. Поэтому, то есть, на что я наработал, то и заработал. Опять, снова же повторюсь. Ну, верить, наверное, в победу я начал после второго тура. Это вчера. Реально уже появились шансы. Когда мы вышли на первое промежуточное место, мы с напарником поговорили. Да, реально, вот она победа. Вроде рядом. Отрыв 4.700 был. Вот второе место после второго тура. То бишь, нам надо было, в принципе, поймать. Ну, если бы мы также поймали десяточку сегодня, то бы, наверное, все, однозначный первяк уже будет наш. Мы это сделали. В данный момент выступать мне легче, когда меня никто не знает. В данный момент. Да, они все топовые, мы за ними наблюдаем. Я смотрел пал, постоянно смотрю. Обожаю все экипажи. Смотрю, переживаю и так далее. Ну, прямые эфиры. Все всегда наблюдаю, слежу. Даже записываю там где-то что-то. Тоже вот эта интрига постоянная. Интересно. В этом турнире я был, так сказать, темные лошадки мы были с напарником. Ну, команда с Астрахани. Команда с Астрахани так, сяк. Ну, мы показали. Ну, первый день, первые два дня, это, конечно, просто официальные тренировки. Спортсмены еще думали, думали, что все, все, вот там все нашли. Все, щука, судак, все, они стоят и их ждут. День тишины, мне кажется, перевернул им все на свете. Они в этот день тишины не знали, куда рвать завтра. Завтра они поехали на эту точку, а там ноль. Поэтому здесь были гонки Формулы-1. Некоторые туристы на резиновых лодках, они просто спасались от этой волны, когда мимо них пролетает 5-6 250-ок. Второй день опять же перевернул все с ног на голову. Турнирная таблица менялась каждые 5 минут до финиша, потому что были досрочки. Кто-то уже получал деньги за большой приз до финиша, но это не произошло. Последний день поменялось все. Они просто стали тащить эту рыбу откуда, я даже не знаю. Потому что все говорили, что рыбы нет, но где-то они ее брали. Они перечеркнули всю таблицу и выиграл сильнейший. Я не знаю. Но я прожила все вот эти дни, мне кажется, в лодке вместе с спортсменами. Я была вот там. Когда они приносили рыбу, я чувствовала то же самое, что они, вот эти вот вздохи, когда они бегут с этой рыбой, вот этого вот мне не хватает. Поэтому я хочу участвовать в турнирах. Рыбалка в первую очередь для меня это как хобби. Это то, когда я могу приехать наедине с природой, наедине с рыбой, в тишине, вдали от каких-либо своих проблем, каких-то работ и тому подобное. Это то, что нужно в первую очередь мне для успокоения своей души. Хобби, рыбалка для меня хобби. Ну, не знаю, наверное, лет пять назад я не думал никогда, что моя судьба, и я лично как-то столкнусь с рыбалкой. А на нынешний день, да, у меня две рыболовные базы, и я стал вот спортсменом. Ну, сейчас для меня это все. Это моя жизнь. Это то хобби, в котором меня поддерживают близкие, моя жена. Ну, в принципе, все поддерживают, все мои близкие поддерживают. То есть это цель, в которой можно идти вперед. Развиваться как в хобби. То есть это не сказывается на моих финансах или на моей прибыли. Это просто как бы развиваться в хобби, идти вперед. Я не профессионал, я не мастер спорта, не участвую. Я рыбак, обыкновенный рыбак. Люблю ее безумно. Ну, не знаю, какое-то миротворение, это адреналин, это какое-то своеобразное чувство внутри. Ну, его всегда хочется получать. Это чувство. Эти эмоции, этот адреналин, эти непередаваемые поклевки крупной рыбы. То есть это реально хочется получать чаще и чаще. Весь кайф в поклевке. Когда у тебя клюет какой-то чумовой судак, ну, может быть, даже жерех. По мне, жерех – это просто чумовая рыба, от которой просто зашкаливает. Его надо успеть помочь, вывозить каким-то образом. Ну, это неописуемо. Ты пока сам это не попробуешь. Если тебя это зацепит, то это зацепит навсегда. Ну, нужно почувствовать вот эту вот первую, или там пятую, десятую какую-то чумовую поклевку, и ты будешь рыбачить. Семья и рыбалка – это история консенсуса, я думаю, все-таки. Потому что, понятное дело, когда у тебя нет там 2-3 недели дома, это тяжело семье. Но при этом семья должна понимать, что это твое хобби и твоя часть жизни, когда тебя нет на воде, ты через какой-то промежуток времени начинаешь думать о воде, тебе снится вода. И это консенсус. Я считаю, что рыболов – спортсмен, должен быть упертым, должен быть четким в постановке «Наточки». Должен любить рыбу, в первую очередь, беречь ее, должен быть выдержанным, должен быть крепким и, на мой взгляд, должен быть везучим человеком. Потому что спорт, рыболовный спорт, как и любой другой спорт, это еще чуточка везения. Много-много терпения, трудолюбия и самообладания. Потому что, когда идет тур, конечно, нервы на взводе, и нельзя допускать никаких там истерических ноток. В данном случае наш экипаж с Лешей он такой балансирует. Я могу в какой-то момент немного дать нервов, но Леша меня быстро может привести в чувство и сказать «Иван, все нормально, действуем по плану». Здесь совокупность получается. И мастерство, и фарт, и сама река с погодой благословит, так сказать, дает добро на все это. Если все это в сумме собрать, то получается шикарный день. Волга – это река Матуш, как говорится, одна из самых таких рек крупных в нашей стране. Вся рыба в ней, получается, плавает, и мы ее ловим, да? Интересная очень река и загадочная, так сказать. Она всегда меняется. Она всегда... Неоднозначная, она всегда меняется. Вот сегодня мы приехали, это... Она обмелела. Осенью, весной, сейчас дадут воду, она будет очень широкая, могучая такая, ну... Мать река! Но на самом деле проблема Волги здесь, в Мизовьях, это то, что огромнейшие квоты на вылов рыбы, неводы, везде секретарь, браконьеры, больше, чем в средней части России. Но бесспорно, Волга – это абсолютно разная, интересная река на всей своей протяженности. Я пою песню у Зыкиной, когда один на воде. Я безумно ее люблю. Мне так жаль, что я не родился возле Волги. Я уезжаю домой, разбитый, усталый, но счастливый, невероятно. Я только буду ехать домой, я уже буду скучать без нее. Я не могу. Лучше реки я не знаю, не видел. Хотя у нас рек, ну, великое множество в России. Но Волга – это что-то необыкновенное. Это не понять никогда. Ее нужно пройти все от и до, и жизни мне хватит пройти. Любить ее надо. Ну, если говорить о Волге, это, конечно, мощь. Это река, которая может и отдавать, и забирать. И как ты к ней будешь относиться, так она тебе и покажет себя, какая она есть на самом деле. Она быстрая, широкая. Она тихая, гладкая. А бывает, что не выйдешь на берег. Тебя закреснет волной. Хотя это не море. Волга – это мощь. Это матушка река. А в матушке реке есть все, если ты захочешь. По поводу турнира, который состоялся за Андерен Пайк, я думаю, что все-таки он прошел. Ну, наверное, не на высшем уровне, но хорошо или отлично. Я думаю, так. Были, конечно, какие-то недочеты, но это все поправимо, исправляемо для первого раза. Это, в принципе, клево. Мы волновались. Волнуемся до сих пор. Он прошел, но мы еще волнуемся. Какие будут дальше отзывы. Но это все непредсказуемо. Что люди думают об этом? В целом, турнир мне очень понравился. Был проведен на высочайшем уровне. Судьи, организаторы, все. Весь персонал, который работал, реально было всем на высшем уровне. За Андер Пайк – очень сильный турнир, несмотря на то, что новый. Очень сильные соперники серьезные. Серьезная подготовка. И, в принципе, организация очень высокого уровня, несмотря на то, что этот турнир проводился впервые. И я надеюсь, что с каждым годом все больше и больше будет участников. Потому что 22 экипажа было заявлено. Это здорово. Но хотелось бы видеть больше экипажей, и тем самым будет больше освещенность данного турнира, я думаю. Турнир прошел отлично. Люди довольны. Есть небольшие недочеты, но мы их исправим в следующих турнирах. И надеемся занять достойную турнирную нишу в турнирах России, в коммерческих турнирах России. Хочу поблагодарить всех участников за то, что они приняли участие в нашем турнире. Надеемся, что осенью мы опять встретимся все вместе на этом же турнире. И новые лица нас будут удивлять, или старые покажут все-таки свой драйв. Сейчас все зарядятся энергией открытой воды, и осенью покажут весь свой профессионализм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова